В 95-м году XIX века в северо-западной части Зимнего дворца были созданы личные покои императора Николая II. За Салтыковской лестницей, расположенной в западной части дворца, по коридору через небольшое проходное помещение можно было попасть в приемную императора. В приемную императора на постоянной основе находились дежурные фригель-изютанты. В их обязанности входил прием прошений, прием посетителей и их сопровождение на прием к монарху. По южной стене находился камин, у окна находился стол дежурного фригеля-изютанта, бивни на специальных подставках и различные украшения приемной были привезены Николаем II из его путешествий на восток. Стены приемной были затянуты тканью и украшены живописными полотнами. В помещении находился диван, столики, стулья для ожидающих посетителей. На северной стене, с двух сторон от входа в бильярдную, были размещены полотна коронации Александра III, отца Николая II. Следом за приемной императора находятся бильярдные. Комната была отделана панелями красного дерева, встроен диван, верх стен был затянут зеленым штофом. В бильярдную комнату был перенесен паркет, находившийся в помпийской столовой, переделанный в сохранившуюся белую столовую. Интерьеры всех комнат личных покоев, или, как их называл Николай II, квартиры, создавались при непосредственном участии старшей сестры императрицы, великой княгине Елизавете Федоровне. Она контролировала процесс создания интерьеров по проектам дворцового архитектора Красовского. Бильярдная комната переходила в библиотеку. Библиотека была решена в готическом стиле. Кроме отдыха в кругу семьи за чтением книг, в библиотеке император принимал своих посетителей. Интерьеры книги из библиотеки сохранились до наших дней. Мебель, деревянная отделка и различные детали всех интерьеров личной квартиры выполнены на фабрике Мельцера и фабрике Свирского, лучших на то время производителях мебели, столярных изделий, экипажей, мозаики и резного декора. Библиотека, отделанная деревом по всей высоте этажа, включая потолок, имеет не только открытые антресоли с книжными шкафами, на которые можно подняться по лестнице, но и как в любом готическом интерьере средневекового замка, имеет секретный вход на закрытые антресоли, выходящие своими окнами во внутренний двор. На этой фотографии противоположный угол юго-восточный, зимнего дворца, с видом на Миллионную улицу. На фоне караульного на фасаде дворца странным образом расположен балкон. Это балкон антресоли первого этажа, так сказать этаж номер полтора. Антресоли сохранились, а балкон демонтирован в 20-е годы после революции. Наличие антресоли в таких зданиях неудивительно. Если во дворце 7-8 метровые по высоте этажи, а сам дворец не резиновый, то для размещения имущества и живущей в нем прислуги создание этажа в этаже не прихоть, а нужда. В зимнем дворце сохранились места и в три этажа на одном. В этих местах на этаже двухуровневые антресоли. Следом с библиотекой, под скрытыми от глаз антресолями второго этажа, имеющими вход библиотеки, находится проходная комната с окном во внутренний двор. Находилась она в вочине Камердинера, комнатного приближенного служителя императора и являлась своеобразным предбанником императорского бассейна, дверь справа, встроенного в глубину дворца во время ремонта. Бассейн, он же по дневнику Николая II «Громадная ванна», первая подобного роду купальня, после купальни Екатерины II, существовавшей в противоположной части дворца. Бассейн был в верхней части украшен живописными картинами, облицован блоками из белого мрамора. Николай II использовал купальню в течение девяти лет, до переезда императорской четы в Царское село. За проходной комнатой у бассейна находилась уборная императора, там же находился Камердинер. В уборный император переодевался, а винтовая лестница в комнате ввела в его гардеробную. Что касается нужников и их помещений, то эту тему оставлю за скобками, заметив, что к тому времени фаянсовые предметы во дворцах уже были на должном уровне и за хозяевами по ночам перемещались крайне редко. В четыре окна на собственный сад и два на адмиралтейство, за уборной, располагался кабинет его императорского величества. Стены кабинета были отделаны дубом, украшены живописными портретами, на полках панели стояли предметы из императорских коллекций. Рабочее место секретаря в покоях отсутствует по причине отсутствия самого секретаря. Николай II с документами работал лично. Кабинет функционально был разделен стеной с камином на два помещения – рабочее и зону отдыха. В простенке между арками, соединяющими два помещения, находился оформленный практически по всей высоте кабинета, а это без малого 7 метров, огромный, как и в библиотеке, камин в средневековом стиле с большой топкой, высотой во весь рост Николая II. Камин в верхней части изразцами украшали 10 геральдических грифонов дома Романовых. Перед северным окном располагался рабочий стол с подвесной электрической лампой. В Зимнем дворце к тому времени уже было электричество. Еще Александр III в 1885 году провел эксперимент. Он приказал осветить электричеством Георгиевский зал. Эксперимент был признан успешным и после этого весь дворец был электрифицирован. Северное окно императорского кабинета сразу же за рабочим столом было до 20-х годов 20-го века не совсем окном. Скорее это была балконная дверь в метровой стене. Ее можно было открыть и выйти на угловой балкон с видом на него, адмиралтейство и позднее созданный собственный сад с фонтаном и огражденный забором. Вторая часть кабинета с отдельным окном представляла собой зону отдыха. Она была отделена разделяющей кабинет на две части стеной с сарками и камином и оформлена в том же готическом стиле. В ней поставили фортепиано, украсили картинами и организовали уютную зону отдыха с мягким диваном. За зоной отдыха императорского кабинета находился будуар Александра Федоровна, супруги Николая II. Комната в основном использовалась как уборная императрица, продолжив свою старинную функцию. Стены в комнате были обтянуты розово-сиреневым шелком. В том же стиле была и обтянута различная мебель, находившаяся в будуаре. Рядом с окном находился дамский стол, картины и фотографии на стенах и камине дополняли интерьер. На месте этой комнаты до переустройства в квартиру Николая II также находилась уборная. Уборная супруги императора Николая I Александры, которая при крещении также получила отчество Федоровна. Так что в этих покоях с разницей в 30 лет жили две Александры Федоровны. Принявшим православие женщинам рода Романовых давали такое отчество в честь Федоровской иконы Божьей Матери, основной иконы рода Романовых. Федоровнами, не считая ранних, стала первая жена Петра I, вторая жена Павла I, жена Николая I, супруга Александра III и супруга Николая II. Федоровнами также становились иностранные жены великих князей. В будуаре рядом с зеркальной ширмой находится дверь, ведущая в бассейн императрица, ее гардеробная, уборную императора и различные лестницы. Слева на фотографии спуск в бассейн. На следующей фотографии Альков бассейна. Бассейн сам был устроен буквой «Т». Там императрица мылась, купалась, рядом в уборной переодевалась, принесенную комнатными дамами одежду из гардеробной, расположенной на антресолях по соседству. Комната с бассейном имела выходящее над камином окно во внутренний двор. Рядом расположена небольшая лестница, ведущая на антресоль первого этажа и сам первый этаж, а за ней внутри дворца была расположена лестница на половине их императорских величеств с гидравлическим подъемником. Она же детская лестница, так как соединяла верхние покои с покоями детей на первом этаже. Лифт в 20-х годах после революции разобрали, а лестницу сохранили. Лестница насквозь соединяет все этажи, начиная с подвала дворца. Помимо лифта эта лестница имела тамбур, отдельный выход на фасаде и заканчивалась сверху световым фонарем. С детской лестницы был вход в императорскую спальню через дежурную камерюнкерскую, то есть дежурную помощниц при комнатах императрицы, и небольшой тамбур. Спальня также является следующей комнатой в инфиладе за уборной Александры Федоровны. Впервые в истории дворцовых покоев при дворе у Николая II и его супруги была общая спальня. В сохранившемся с середины XIX века от прежних владельцев, алькове с колоннами и отделяющей от основного объема ширмой располагалась кровать императорской четы. Стены в нижней части были обшиты деревянными панелями, а верхняя часть стен, мебель и окна были задрапированы одной тканью. На одной из прикроватных тумбочек помимо лампы находился телефон. Можно предположить, что император спал с правой стороны у телефона, а императрица с другой стороны императорской кровати. Там же в правом углу спальни находился составной киот из пяти панелей с иконами, пасхальными яйцами в фаберже и лампадой в центральной части. Часть личных и подносных икон, подаренных императорской чете, была размещена непосредственно над кроватью. У южной стены спальни находился камин. Камин использовали, несмотря на наличие отопления во дворце. От двери бодуара у западной стены, между двумя окнами, следом за стеклянной ширмой, находился туалетный столик с трехстворчатым зеркалом. Следом за спальней, в угловом помещении, с двумя окнами на запад, на Адмиралтейство и двумя на север, на Неву, находился кабинет императрицы. Сразу при входе из спальни в кабинет, торцом к окну, находился рабочий столбюро Александра Федоровны с фотографиями, портретами членов семьи и ближайших родственников. Сразу за столом, в углу кабинета с видом на Неву, был сделан высокий подиум с креслами и столиком, который открывал замечательный вид за окном. Прежнего интерьера уже нет без малого сто лет, а кабинет ныне хранит 120-летний бриллиантовый секрет в своих стенах. Все интерьеры личных покоев императорской четы, во время проживания в квартире до переезда, были заполнены живыми растениями и цветами в катках, горшках и вазах. Архитектор Красовский сделал интерьер в стиле второго рококо. Стены были задрапированы желтым по цвету с рисунком шелком, украшенным портретами и живописными картинами. Мебель, находящаяся в кабинете, кресла, стулья, диван, были обиты тканью розового, желтого, голубого тона. На фотографиях в креслах Николая II Мария Федоровна, мать Николая II, вдовствующая императрица, супруга Александра III. Мария Федоровна здесь в новых интерьерах у Николая в гостях. Она жила в тот момент в Ванечковом дворце, он был подарен Александру III и Александру II, там состоялась ее свадьба с Александром III, и там же большую часть своего детства провел Николай II. После свадьбы в 1894 году Николай и Александры поселились в Ванечковом дворце, в 1895 на лето уехали в Царское село, а осенью переехали на эту квартиру в Зимний дворец. За кабинетом следует серебряная гостиная. Гостиная считалась второй гостиной Ее Величества, в ней принимались фрейлины, находились дежурные дамы, в стене для них была встроена дверь в дежурную камер-юнгфер. В гостиной находился сохранившийся до наших дней полностью покрытый живописью рояль, подарок Николая II супруге на день рождения. У Александры был классический женский певческий голос, сопрано, и она часто в этой гостиной в ближнем кругу проводила музыкальные вечера. Интерьер серебряной гостиной создан в стиле раннего классицизма, по углам южной стены были установлены камины, на которых, как и столиках, размещалась коллекция французского художественного стекла Эмиля Галле, который Александр собирал долгое время. За серебряной гостиной находилась первая гостиная Ее Величества, первая по назначению и вторая из трех по счету за Малахитовой. У окна стояла огромная ваза с цветами, вдоль стен гарнитур, в основном представлены креслами для гостей. Называлась эта гостиная «Ампир» в стиле «Ампир», по проекту и была выполнена. На полу, как и практически во всех комнатах, лежал ковер, внизу стен установлены панели, стены были украшены несколькими картинами и светильниками бра. Помимо этих комнат, входящих в квартиру их величеств, в состав входили известные и сохранившиеся до сегодняшних дней Малахитовая гостиная по соседству, Белая столовая и ряд внутренних помещений. После девяти лет проживания в Зимнем дворце, квартиру законсервировали. Ковры и растения убрали, и далее для личных целей эту квартиру практически не использовали. В апреле 1904 года на лето императорская чета с детьми уехала в Царское село, и из-за сложной обстановки было принято решение переехать всей семьей в Царскосельский Александровский дворец.